Всем привет! Вы слушаете SD-Cast после долгого такого летнего перерыва на всякие отпуска. Мы снова в ваших приемниках. С вами, как обычно, CS Diamond. И сегодня у меня в гостях Сергей Белов, исследователь по безопасности в компании Digital Security. Сергей, привет! Всем привет! Вот. Ну, сегодня мы хотим поговорить о вопросах безопасности в мире IT, и во всяких веб-направлений, в облаках, и вообще, так сказать, в диджитал-мире. Вот. Ну, может быть, ты пару слов про себя еще добавишь, что я так очень кратко сказал. Ну, да, я занимаюсь безопасностью. Я именно занимаюсь практической безопасностью. То есть моя основная деятельность стоит там именно что-то поломать. и мой основной профиль это, ну, скорее, то есть, скажем, ближе ко мне по душе. То есть это веб, ну, и вообще такое, любое такое клиент-серверное взаимодействие. То есть именно вот в этом ключе мне больше всего нравится работать. Ну, и вот различные веб, то есть клиент-сайт и так далее. То есть это, наверное, ближе ко мне. То есть именно то, как ломать, то, как защитить. Вот этими вопросами я занимаюсь, наверное, в свободное время и не свободное на работе. Ну, в общем, основная деятельность. Понятно. Ну, ты там, я, так сказать, бегло увидел, что тоже там участвовал во всяких там баг-баунти, в общем-то, много во всяких сервисах сломал. Да, да, точно. Собственно, ну, да, как бы я, ну, если так брать именно официальный опыт, то есть как хобби это у меня еще, наверное, со школы, то есть когда-то я начал ходить, там, пытаться первые взаимности, когда успешно, когда неуспешно, то есть там первые эксплойты разбирать. Это, наверное, в школе началось. А так, чтобы уже прям заняться профессиональной сферой, то есть это с университета, то есть два года я работал в стартапе в американском, как американский стартап на аутсорсе. Я занимался на том безопасности, это, наверное, была такая первая официальная такая серьезная работа, и там, где получился на опыт, это был тоже веб-проект. После того, что я закончил университет, переехал в славный город Санкт-Петербург, и здесь уже пошел Digital Security, это уже в общей сложности, наверное, вот такой официальный, серьезный, такой четвертый год пошел, да. Параллельно, да, то есть, соответственно, я люблю посещать всякие конференции, и как слушатели, в том числе выступающие. И в России, и на Западе. Ну, среди них таких, наверное, в России, естественно, наша конференция Zero Nights, Код Фез в Новосибирске, тоже известная конференция. На Западе это Hack and Paris в Париже, это вот этот год был. Самое, наверное, крутое, что было в моей жизни, это Black Hat USA, там мы вели тренинг своим техническим директором по безопасности SAP, бизнес-приложений. Ну, в общем, вот так, да, то есть я, в принципе, люблю и просто поломать, ну, и хочу принять участие в конференциях, в баг-баунте, то есть там Яндекс, Гугл, там, Вамба, Байду, там, ну, и всякие другие ресурсы, которые платят деньги за найденные уязвимости. Ну, вот, да, в общем, как-то так, то есть довольно смешанно. Расскажи лучше, как вообще первый раз пришла идея что-то сломать. Ну, то есть там, да, у всех были компьютеры, но как-то вот не так много людей уходят в сторону, чтобы сломать. То есть как, что сподвигло, что стало толчком таким для изучения этой темы? Ну, это были, как бы, начало двухтысячных, и тогда был, наверное, журнал «Хакер», то есть когда вот он такой прям был, что-то неизвестно, то есть все знали, что это такое есть, но непонятно что, как бы, или что-то, то есть «Хакеры» там что-то творяют крутое. Ну, и, в общем, мне примерно где-то через полгода, через год после выпуска самого «Хакера» попадал к нам в далекий-далекий город, попадал в номер журнала «Хакер», я пытался читать, понимать, ничего не понимал, вот, просто читал, как бы, куча аббревиатур. Потом у меня появился «Диалаб», то есть первый модел и так далее, и я просто там смотрел, программка какая-то есть, там, IP-тулс, там, что-то сканирует, вообще не понимал, что это было, просто был клевый интерфейс. Вот, я даже не понимал, как бы, что такое IP-адреса на тот момент. Оказалось, как бы, что я, в принципе, правильно понял, что IP-адресами там, коннектился к «Диалабу», то есть запускал эту программку, она искала «Share папки» на операционной системе, как бы, посмотрел, типа, ага, типа, я подключаюсь, мой IP-адрес такой. Потом смотрю, ага, что-то у меня последние три цифры изменились. Так, снова изменились. Ну, такой решил, как бы, попробовать диапазон, как раз, это забить. Нашел кучу «Share папок», как бы, а тогда еще было плохо, начало двухтысячных, все любили сидеть в чатах. Вот, я такой, так, чья-то «Share папка», так, такой-то юзер. Смотрю, он же в чате сидит. Я такой, ох ты, как клево. Ну, в общем, это, наверное, был такой первый опыт, когда я нашел кучу «Share фолдеров», там, записывал всякие текстовые файлы, писал там «Привет» на рабочем столе людям в чате. Вот, это, наверное, такой первый спешный такой взлом. А потом уже, как бы, так как это хакер, он шел с дисками, там были видео. Соответственно, видео там уже были такие нормальные уже, как использовать там различные эксплойты, там, SQL-инъекции, SQL-таймбейзет и так далее. То есть я начал там пробовать видео, повторять все один в один, не понимая, что как. Таких людей называют скрипт-кидди, когда ты просто не понимаешь, что делаешь, значит, ломаешь. Вот именно таким я и был. Ну, потом, наверное, как-то уже начал теорию. Да, да, то есть я как бы понимал, что как-то, блин, как-то я получил пароль админа, как бы, думаю, как-то это клево сработало. То есть начал пытаться открывать там, разбираться, как это все работает. Потом еще ушел в веб-разработку, то есть, ну, начал понимать, как это все работает изнутри. Вот, потом все как-то вот это начало связываться в голове, то есть понимание, почему поломалось и как это внутри работает. Потом я начал еще администрировать сервера. сервера. И вообще как бы все в единую картину тогда вылилось. Ну, в общем, вот. И вот именно в этом ключе появилась такая связка. И потом, когда я просто уже начал искать работу, как-то так получилось, что у меня уже был некоторый опыт безопасности. И мне очень повезло, как бы я очень благодарен первой компании, то есть Bitwork со стороны взялась, потому что я пошел дальше работать в ключе безопасности. И то, что вот именно занялся своим хобби, ну, уже с вознаграждением серьезным, это, наверное, предопределило уже такой серьезный выбор в сфере, когда я вот начал наработать в этой сфере. Какой же у тебя был первый проект, что тебе надо было сломать? Ну, вот, как бы, официально, чтобы там, ну, в смысле, у меня были до этого всякие фриланс-заказы. Ну, точнее, это было как? Я делал, вообще-то, конечно, очень ошибочно. Это большая ошибка, которую допускают многие в начале пути, когда ты понимаешь, что у тебя появились какие-то скиллы, там, ты научился что-то там ломать, какое-то простейшее вещь, и ты просто там находишь сайт, начинаешь его ломать. Я тоже так делал, наверное, делали все, кто вот пришел в эту сферу, и главная ошибка в том, что после этого могут быть проблемы, естественно, при сообщении извинностей владельцы сайта. Даже если ты просто напишешь, чувак, типа, там, мне там ничего не надо, и так далее, то есть просто сообщишь, что могут быть проблемы. И вот, наверное, были такие первые заказы, то есть я вот сначала так поработал-поработал, но мне благо, то есть первые заказы, которые я так выполнял, у меня все было нормально, и начали даже там, о, чувак, типа, спасибо, спасибо, что ты это, типа, нашел, типа, на тебе деньги. Я такой, серьезно, вы мне заплатите? И, как бы, в студенческие годы, как бы, мне там платили больше, чем стипендии, там, несколько раз, соответственно, просто перепал. Это, наверное, были такие первые серьезные проекты, когда у меня вот начали, в такой сфере, как бы, я вот начал получать деньги, потом я как-то даже обжегся, да, то есть сообщил и получил ответ. Ну, все закончилось, скажу, благополучно, там, без особых проблем, но я понял уже, что нельзя просто так брать, ломать и сообщать, потому что могут быть проблемы. Ну, а потом уже, как бы, все, уже в стартапе это был, это было, сейчас она работает, это сеть для рекламы, для мобильных устройств. Это уже была постоянная работа. Это был, наверное, уже первой серьезным проектором и занимался два года. Понятно. Слушай, ну, вот, Коля, что ты, кстати, заговорили как раз-таки про сайты, безопасность веба, как ты сам сказал, что она тебе ближе, вот все-таки, давай так, как бы, прямо издалека, вот, какие вообще, в принципе, как подходить, как принято там подходить к тестированию, исследованию безопасности, какого-то, так сказать, там, ресурса, еще что-то, какие там виды атак могут быть, вот что ты можешь сказать? Ну, вообще, как бы, да, с безопасностью, почему у нас, в целом, вообще в безопасности чаще всего все плохо, как бы, и эта проблема в том, что именно когда вот сотрудников набирают, то есть тяжело найти вообще сотрудника, порой, да, там, в разработку прошла, а тяжелее еще найти, кто вообще в безопасности что-то понимает. И я считаю, основная проблема, что вот именно на этапе даже собеседования, когда вот собеседует человека, там, у него ничего не спрашивают. Даже если у него спросят, он, скорее всего, мало что ответит. Но почему? Потому что, если мы просто возьмем, как написать гостевую книгу на PHP, я видите примеры, куча в интернете будет содержать. Ну да, ну, знаешь, я вот, кстати, говорил, когда собеседуют товарищи на backend, ну, PHP, да, в частности, я, в общем-то, обычно, мы тоже спрашиваем, а вот там, как защищаться от, ну, там, как взаимодействовать с базами данных? Ну, вот там, там, MySQL, да, это стандартное расширение. Здорово, а как защищаешься от всяких SQL-инъекций? Вот тут уже действительно, как бы, не так много людей вообще представляют, как это, как это от этого защищаться. Это еще меньше, соответственно. Многие, а что, я там, фреймворк, он у меня сам все делает, там, за меня все решили. А вот, ну, я еще скажу про фреймворки в этом подкасте, когда допускают SQL-инъекции с фреймворками и совершенно различными. Ну да, как бы, то есть, проблема-то растет понятно откуда, то есть, потому что в обучении ничего не сказано, уязвимые примеры, на которых учатся веб-разработчик, они, ну, по дефолту, то есть, примеры неправильные, соответственно, приходят в компании, в компании, во множестве компаний, к сожалению, то есть, никто этим не заботится, потому что лишь бы вообще человека найти, как бы там, просто, чтобы работал. Ну, и очень проблема безопасности, в том числе в веб, что в целом, например, какая-то технология, она, если ты будешь работать с ней абсолютно правильно, у тебя получится все равно небезопасно. Наверное, такой самый частый пример, если, я не знаю, там, ну, где не собираемся, типа, в баре, там, с разработчиками, да, то есть, которые, вот, и спрашиваю, что они такое, что они же все выпили, что они такое, типа, вот, кто-нибудь там работает с XML, все такие, ну, да, типа, кто не работал с XML, все работали с XML, и, к примеру, там, спрашиваешь, вы знаете что-нибудь там про внешние сущности, и да хрен знает, что это, как бы, вот, а в действительности, как бы, например, в XML, в стандарте XML сказано, что вот ты, типа, даешь XML-ку партеру на вход, и ты можешь ему объявить, там, просто сущность, ну, например, там, амперсант, а это будет какая-то строка, это обычная сущность, а можно сказать, типа, что эта сущность будет, например, внешний файл, типа, когда я, вот, например, как легитимный клиент, отдаю сервису XML-ку и говорю, о, сервис, короче, а вот тут вместо, там, юзернейм, это поле сущности, а эта сущность, по идее, файл, это the past, и партер по дефолту должен его распарсить и подтянуть этот файл. Ну, соответственно, если есть права, да, на чтение, то, конечно. Соответственно, да, я читаю файл, да, или, например, там, я могу подгрузить какую-то внешнюю сущность, или, например, если это, там, виндовый сервер, например, я ему отдаю XML-ку и говорю, о, чел, как бы, подгрузи мне XML-ку с шары соседней, ну, я, например, живу в этой сети, а когда Windows-машина пытается проконнеститься ко мне, она идет со своими данными, соответственно, со своим хэшиком текущего юзера, ну, как бы, виндовое соединение пытается, типа, сразу авторизоваться меня, ну, если требуется, соответственно, я могу просто этот, там, хэшик перехватить и пробовать, то есть, хотим же законнекиться куда-то еще или начинать его брусьть. Ну, и, соответственно, как бы, типа, XML-стандартная штука, то есть, ненормально работаешь стандартными либами, а оно получается, что небезопасно. И, как бы, люди, в смысле, разработчики, например, до сих пор об этом, ну, ничего особо не знают, не думают об этом, хотя этим способом поломали Google в этом году, этим способом поломали Facebook, это самая высокая награда, да, то есть, у них есть бэкбаунс, это же вознаграждение ресерчеров за найденные взаимности, вот за их сиенов в Facebook дали 22,5 тысячи долларов, как бы, ну, вот 2014 год, казалось бы, да, то есть, ну, все об этом давно уже слышали, а проблема все равно присутствует, как и в маленьких проектах, так и в больших проектах. То есть, ну, соответственно, да, то есть, там, сразу о решении, то есть, просто, там, запрещаем внешние сущности и, соответственно, тоже, ну, и внутренние сущности, или если там у нас парсеры позволяют ограничить количество сущностей, вообще, пересылок сущностей внутри XML, то есть, там, ограничим эту, ну, и просто и второй трюк, типа, если нельзя погружать внешние сущности, то мы делаем внутри много-много сущностей, он, парсер, начинает пересылаться друг друга на себя бесконечно и уходит в Daniel сервис. Понятно. Ну, соответственно, да, ну, то есть, ну, да, как бы такие там вещи, то, что у нас есть две проблемы, да, то есть, проблема, когда у нас вообще неожиданное поведение по стандарту, по дефолту, также, там, есть много других таких проблем, не только 1.xml. Ну, проблема, конечно, когда разработчик пишет небезопасный код. Или использовать небезопасный фреймворк, то есть, да, сам фреймворк, там, или система использует... Ну, какие-то инструменты, которыми они, скажем так, наверное, не до конца, во-первых, понимают, как это все работает на самом деле, да, так сказать, в бэкграунде, то есть, надо все-таки представить, даже тот же xml, а это, опять-таки, ну, насколько я понимаю, вот я, например, тоже там, да, с xml так сильно не работал, поэтому, ну, не знал вот про включение. Ну, то есть, я слышал в крае муха, но не всегда об этом, знаешь, как бы даже вот оно всплывает, что надо об этом думать, да, поэтому думаешь, ну, а что там, все же, обычно же все какие xml-ки там, ну, маленькие, понятные, никаких без внешних сущностей, да, поэтому никто даже вот не задумывается о том, что такие возможны поведения, это может быть вызвано частично и незнанием, так сказать, да, и вот вопрос тоже, как повышать вот эту безграмотность, или, ну, как с этим бороться-то? Ну, вообще, как бы, ну, не знаю, ну, это вообще, конечно, очень сложно, то есть, существует очень много методов, когда разработчик сам учится, пытается читать статьи, то есть, там, и так далее, книги, когда, не, вообще, конечно, чаще всего бывает так, что что случилось, как-то, да, это понятно. Ты начинаешь разбираться. Хочешь, какие-то превентивные меры принимать. Ну, вообще, очень много, как бы, обучение, как бы, когда сотрудник сам учится, это очень клевое, это чтение статей, это проведение обучения, то есть, соответственно, когда сотрудников обучают, как я понимаю, например, когда компания проект заказывает контест, то есть, ты все равно не проник на вене, потом разбирает отчет, и уже разбирает его со всеми сотрудниками, да, то есть, ну, неважно, кто допустил ошибку, как бы, давайте разберем его все вместе. Ну, тем самым, как бы, общий уровень квалификации повышается, в общем. Да, да, я считаю, это очень правильно, да, то есть, все равно, как бы, там проходят, там, митинги, то есть, все равно все собираются, что-то обсуждают, и можно было бы собраться, разобрать такие вещи. Вот, как бы, есть, да, там, тренинги, и порой даже иногда людям хватает просто запустить какой-нибудь автоматический сканер, там, не понимая, что он делает, как бы, разбирать, что он, ну, что он находит хотя бы. Вот, но вообще, я считаю, конечно, лучший, наверное, способ, это попробовать взять какую-нибудь книжку по безопасности, и никто не предлагает ее, там, читать полностью, естественно, ну, это самый лучший вариант, а просто хотел посмотреть список тем, вообще, как бы, о чем, вообще, как ломают, скажем так, различные методы, там, какие атаки есть на сетевые сервисы, какие атаки есть, там, на веб, а из этих веб, там, еще, как бы, разделяются, какие там атаки на бинарные приложения, и так далее, просто открыть хотя бы, в основе список тем, и хотя бы по обведению прочитать по каждой теме. Ну, ты какую-нибудь книжечку можешь посоветовать сразу, так сказать? Ну, конечно, то есть, ну, по вебу, то есть, это как минимум, там, Михаил Целевский, это известный такой персонал, он из Google, он написал The Tangled Web книгу, то есть, естественно, очень такая знаменитая потом в Application Hacker Books, то есть, там, потом от Рафаэл Балыч, это такой пакистанский ресерчер, он в этом году, буквально этим летом, выпустил книгу, и я открыл родисодержание, то есть, там все очень довольно подробно расписано, и самое главное, расписано, как он вышел в 2014 году, буквально летом, Рафаэл Балыч, точно не помню, как у него книга называется, по-моему, что-то, там, типа, этичный хакинг, и так далее, как бы, ну, можно убрать название даже там. Ну, мы потом выясним, мы в конце приведем, так сказать, там. Да-да-да, то есть, да, соответственно, да, как бы, да, мы недавно так открыли просто список тем, то есть, скачали превью-пдэвку, но вообще, то есть, оценили, то есть, довольно хороший, очень комплексный такой подход, то есть, абсолютно все, с различных моментов все описано, как ломать, какие атаки бывают, там, я же не знаю, там, кросс-айт скриптинг, там, CV дописаны, там, и так далее, там, в том числе по различным сложным случаям. В общем, очень интересно, как бы, да, даже мне было, как бы, я, ну, думал, что эту тему довольно хорошо знаю, там были такие, ну, там очень комплексно дано, это очень хорошо. Вот, и да, эти книжки можно просто читать, там, посмотреть список тем, посмотреть, чем ты занимаешься, там, и прочитать, как бы, на досуге, там, в метро и так далее, как вообще атакуют такие технологии. Да, здорово. Так, ну, ладно, ну, вернемся к нашим темам, так сказать, что там еще, вот, про Excel мы бы здорово послушали, еще что интересного расскажешь. Ну, да, ну, вообще, как бы, да, то есть у меня есть такой, наверное, уже стандартный набор вопросов к разработчикам, которые ставят ступор. Вот, ну, например, тоже можно такое следующее, вот, буквально вчера тоже такой вопрос обсуждали. Вот, например, все знают, что такое реферер. Да, то есть, зашел чувак на сайт, там, ссылка, там, с href, там, таргет-бланк, он переходит, у него переходит там реферер, да, то есть, там, браузер, что-то реферер. Все очень просто. А вот, например, случай, что вот сайт.com и там есть картинки, там, стили, какие-то внешние ресурсы с внешних сайтов. Ну, то есть, например, сайт.com грузит с какого-то там другого сайта картинку. Отправляется ли в этом случае реферер? Реферер, конечно, отправляется. Ну, в смысле, вот я, кстати говоря, ну, я думаю, что отправляется, но мы буквально недавно в Radio.js тоже в подкасте обсуждали драфт этот самый реферер стандарта VAT-рецешного, да, драфта, где там как раз-таки описывается поведение, то есть, кому и как, как можно, разработчик может контролировать это поведение, то есть, как там под домены разрешать переходы там с HTTPS на HTTP с деградацией, вот, где чего реферер можно передавать, где не передавать. В общем, такая полезная штука как раз-таки с точки зрения безопасности в первую очередь. Да, как бы, и это очень круто, по этому стандарту как раз, ну и, собственно, здесь проблема в том, что вот на одном ресурсе там токены страницы установления пароля, когда вот человек уже приходит с токеном, ну, с email уже, то есть, он установил, то есть, переходит по ссылке и они на этой странице, где как раз человек с токеном, они вставили комикс с левого сайта, как бы, и, соответственно, этот комикс поражался с текущим реферером, в реферере текущим был ключ для восстановления пароля, ну и человек, который владелец сайта, владелец с домино, по факту, имел доступ ко всем ключам и мог хоть всем менять пароли. в этом случае, если, так сказать, он фигурирует там в гейте, ну, в принципе, это достаточно часто, по-моему, такой паттерн. Не, ну, получается, если картинку с реферером крузит, как бы, соответственно, мы там, как бы, просто смотрим, как бы, какой запрос приходит, еще перехватить, как владелец домино, там, или там, а вот в каких случаях он не отправляется, там, так далее, там, переходил как раз вот в правильно, там, с HTTPS, там, когда у тебя ресурсы, там, по HTTPS что-то грузишь, там, он не отправляется, зато с HTTPS, на HTTPS даже на другой доме он все равно отправляется, то есть, ну, и очень много таких неожиданных моментов, возможно, для разработчиков, так далее, или там, ну, да, то есть таких, или банальные ошибки, когда люди, вот, например, у нас есть глобальные массивы, всякие различные, в том числе в PHP, в том числе в сервер, какие, вот, какие там значения они контролируются юзером, на, который, ну, соответственно, который нас посещает, а какие действительно в статике, то есть, у нас только на сервере отвечают, например, там, вот, человек отправляет файл, там, там, контент-тайп, откуда он берется? Ну, контент-тайп при отправлении запроса на сервер, ты имеешь в виду, да? Да-да-да-да, то есть, например, я гружу файл, слушай, вот сервер контент-тайп. Да-да-да, то есть, ну, в смысле, да, в этом случае он конкретно контролируется именно на клиентской стороне в чтп-запросе, и он подменяет чтп-запрос, да, именно браузер его сам, то есть, браузер смотрит по типу файла и, соответственно, сообщает его, она в запросе генерирует его. По факту, очень бесполезная вещь, вообще, как бы, смысла в ней нет, как бы, если мы считаем по дефолту, что любые данные от пользователей, они, как бы, ну, возможно, с угрозой, соответственно, как бы, передавать эти файлы совершенно бессмысленно. на стороне сервера уже, так сказать, маймом, да, на стороне сервера, да, выяснить. Да-да-да, ну, и при этом даже после этого, там, например, мы совершенно можем сгенерить совершенно легитимный PHP файл, который бы совершенно легитимно выполняться, и по заголовкам это будет чистая картинка. легко. Соответственно, да, то есть просто мы заменяем заголовки файли, то есть у нас есть, там, не знаю, хекс-редактор и так далее, там, или используем какие-нибудь готовые тулзы для генерации таких PHP файлов, ну, очень много способов, там, и так далее, как это сделать, соответственно, для разработчиков тоже, может быть, не очевидно, как так-то, то есть я вроде бы сделал на сервер-сайде проверку, а по факту надо не только там mtie проверять, нужно еще и расширение файла проверять или принудительно его переименовывать после загрузки, соответственно, определили, что это чпэк, ну, по заголовкам, и фиксим, что там внутри PHP файл, и там, фиксим, что мы не можем даже ресайзить, то есть просто там жестко зашаем расширение точка чпэк, например, вот. Да, то есть все равно могут быть проблемы, то есть, конечно, лучше там ресайз сделать или там какие-то данные почистить и так далее, там, там, там все равно можно пропихнуть PHP квадратом или что-нибудь такое, ну, в общем, все равно уже будет круто, что ты, как бы, это сделал точка чпэк, а не точка PHP, да и вообще, как бы, с точки зрения безопасности, общая загрузка файлов, это такая, вообще, здесь такие, наверное, ну, я для себя выделяю, наверное, таких две философских темы с точки зрения безопасности в вебе, ну, с точки зрения архитектуры, то есть уже, если вот переходить как от частных атак, таких больших архитектуре, это вот загрузка файлов, наверное, авторизация, ведь с этой темой я вот просто именно исследованию уделил очень многое время, и, например, загрузка файлов, как бы, окей, там, давайте там, ресайзить картинки, давайте там, и так далее, грузить их, вообще на отдельный сервер, давайте их грузить, то есть, ну, физически, в смысле, как-то изолировать, может быть, и так далее, может быть, там еще что-то, но вот, в реальности, действительно, наверное, самый вариант, когда-то грузятся все файлы, не только там, можно там, конечно, даже не отдельно сервер грузить, может быть, не так критично, как критично их отдавать по другому домену. Это почему так? Вот, например, ну, например, то есть, вот даже просто так, на скидку вопрос, да, то есть, загружаем мы файлы во ВКонтакте, они отдаются с какого? С другого домена. Загружаем файл в Gmail, отправляем, оттачим, на каком домене? На другом домене. Facebook, другой домен, все это неспростая, потому что на практике существовало очень много проблем, когда файл ты валидируй, не валидируй, отдавай там content disposition оттачмент, ну, например, то есть, вот чувак, например, у нас, например, почта, и мы хотим отправить HTML файл, то есть, естественно, как его безопасно отдать там? Давайте отдавать content disposition оттачмент, чтобы он не отрендерился в браузере. Логично. Но при этом, если взять iOS-платформу, то там у нас невозможно сохранять файлы на сети файловую систему, то есть, можно, конечно, но в локальных хранилищах приложения, да, то есть, но при этом, как бы, если мы дадим, например, zip файл, он скажет, о, я не могу скачать, а если ты отдашь ему HTML файл с content disposition оттачмент, ну, то он отрендерит. Соответственно, как бы, у нас тот же домен, мы отдали content disposition оттачмент, а это у нас почва, например, HTML файлы, как бы, соответственно, чувак отрендерил HTML файл, там, XSS, и так далее. Да, то есть, соответственно, как бы, там, в современных iOS-платформах, там, сразу скажу, что они получают content disposition оттачмент, и они хоть рендерят этот файл, на мере, рендерят его в изолированном origin, да, то есть, соответственно, как бы, у тебя совпадает домен, но при этом это без скуков, без ничего текущих, то есть, ну, они изолируют его, да, ну, а раньше не изолировали, вот, ну, в общем, поэтому отдельный домен, это очень важно, такой sandbox, вот, соответственно, как бы, ты просто на будущее себя вообще, ты не думаешь о том, что даже что-то, блин, произойдет, там, не знаю, поломает браузер, которые все абсолютно как-то обойдут везде, там, в своем origin policy, у тебя отдельный домен, на это, конечно, если соп поломает, там, конечно, все равно как бы обойдут, ну, в целом, в смысле, имеется в виду, ты независим от многих багов, которые могут сходить в платформах. здорово, да, при этом, очень важно, все-таки не под домен даже, а именно отдельный домен, потому что, да, потому что тоже как бы есть вопрос на эту тему, там, вот, например, есть у нас под домен, есть по второму уровню, сайт.ком, вот, может ли под домен читать куки с главного домена? Шибки разработчиков, ну, или вот какие-то такие вещи, собственно, вот почему там GitHub переехал на под домены, да, для контента, ну, раньше, в смысле, у юзеров был контент рендерился на github.com под домен, а сейчас уже на github.io, по той же самой причине. Ну, понятно, чтобы совсем полностью как бы изолировать вот этот класс, так сказать, проблем, когда с передачей. Да, 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 ну, есть такой, наверное, известный человек, Егор Хомяков, вот, как раз он и показал, что, типа, мы просто берем, ставим большую-большую куку на главный домен и получаем такую куку-бомбу, что там делаем, например, конкретные страницы сайта недоступными с под домена на главном домене. Соответственно, когда мы ставим большую куку, клиент пытается отправить эту большую куку на сервер, а сервер говорит, чувак, у тебя слишком большая куку, и не принимает вообще запрос. Ну, то есть, очень, в смысле, много таких вещей, которых вот мы решаем на корню, используя другой домен, и домен, который там принимает только, например, get-запросы, и отдает только вот именно статичный контент. вообще ничего больше не трогает. Да, да, то есть, даже если залили, то есть, например, если возьмем ВКонтакте, у них все сервера только принимают get-запросы, и все. Вообще, как бы, чуваки, все, это другой домен, только get-запросы, и, скорее всего, по факту, другие физические сервера, как бы там, да, нагрузите вы, что хотите, да, то есть, нам без разницы. Да, ну, как бы, да, про домены, то есть, и про вот отдельный домен для контента и так далее, почему это важно, собственно, обсудили. Вот есть такой следующий вопрос, с которым я тоже очень люблю уделять внимание и смотреть, кто как это делает, это обычная авторизация. Казалось бы, да, то есть, что может быть проще, то есть, а в то же время, что же может быть сложнее вообще с авторизацией, как обычно делают авторизацию, формочку запилили, провалидировали, посмотрели, авторизовали, там поставили, там не знаю, сессию. Ну да, в любом случае, какую-то куку, там не знаю, ключик еще что-то и все. Да, да, там типа там, то есть, у нас есть как бы, соответственно, да, а тут у разработчиков надо сразу спрашивать, какие у нас вообще методы авторизации, если человек удаленного, ну и вот тут, как бы, соответственно, ну там, сессии по кукам, basic авторизация, не знаю, спросишь, например, как работает basic авторизация, и вот как бы ступор уже, как работает basic авторизация, но шлет ли вообще при basic авторизации, что браузер шлет, как сервер понимает, что он авторизован. Я вот, кстати, тоже так вот прям, ну я представляю, что такое HTTP basic авторизация, приходит, а вот что происходит за сценой, так сказать, что браузер при этом реально отправляет, не отправляет, как вот это, тут я тут не очень, так сказать, Ну, расскажи нам. Ну, да. Или мало этого, не знаю, спросить, например, человека, а как разлогинить человека при бейсе к авторизации? И тут тоже, ну, это немножко отвлеченный вопрос, как бы, про авторизацию конкретно, что я бы хотел бы обсудить, но, например, ну, в случае бейсе к авторизации вообще все очень просто, как бы, у нас это такой очень старый стандарт, который очень плохо документирован, ну, откровенно говоря, и браузер просто получает, если верный ответ, то, соответственно, он просто постоянно потом генерирует хидер просто напоминает его. Да, просто представляет этот хидер, да, то есть нет ни куков, ну, то есть куков, ничего нет и так далее, соответственно, там, можно так сказать, что вот в случае там в случае там XSS, то есть там ты не сможешь там обратиться к кубе с трехранилищем куки и там сфоровать сессию, да, ну, когда это именно сессия, но вот да, в этом случае прям прикольно. Но есть существует проблема, что в RPC не прописан метод для разлогина, и там какие кастыли только не существуют, там, типа, делать ссылку на basic авторизацию, там, как вообще basic авторизация работает, типа, там, логин, ваеточие пароль, там, ссылочка ресурс, типа, сделать href с линком на несуществующего юзера, соответственно, как бы, человек попытается логиниться, типа, браузер запомнит, что, типа, у него уже новый юзер, будет авторизоваться с новым юзером, он неправильный, будет, типа, деавторизаться. Ну, в общем, какие-то кастыли не существуют, как бы, в тему, там, так далее, авторизация, но в целом, вот, авторизация, как обычно, бывает, что, действительно, это какая-то формочка, логин, пароль ввел, или, там, в случае сессии, да, то есть, как у нас в PHP, это просто, там, сессии, у тебя на сервере ставится флаг, что ты, какая-то сессия авторизована, с такими-то данными, ну, на сив какой-то, или в случае куки, это ставится какой-то, там, флаг глобально, потом, или подписанные куки, да, то есть, в примере, в случае, Ruben Rails, например, у нас к человеку ложится сессия, плюс подписанный ключ, ключ, как бы, соответственно, берется от всех данных сессии, этот ключ, как бы, подпись строится на базе секретного ключа на сервере, ну, тоже такой популярный механизм, то есть, не особо ничего-то, чего-то нового, там, или, наоборот, там, ну, в общем, какие-то такие случаи, но в реальности, как бы, особенно, когда встает вопрос, что у тебя, появляются, какие-то поддомины, а если у тебя появляются сервисы с той же авторизацией, как бы, ОАУС, когда мы начинаем говорить, то есть, ну, что у нас несколько сервисов завязаны на одной базе данных, или там, ну, в общем, глубже, 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 то есть, соответственно, да, там проект начинает расти, или вообще что-то такое случается, что делать в этом случае, и вот тут тоже, соответственно, начинаются, давайте, бросать костыли налево-направо, но, вообще, это такой тоже вопрос, которого не существует, там, какого-то конкретного, ну, принятого решения, но все же... Серебряный пулей это не бывает, надо смотреть, как это происходит. Да, то, что, к примеру, то решение, которое я считаю, это какое-то довольно, ну, вообще для себя, наверное, идеальным, таким вот, которым я не могу найти, к чему прицепиться, это, к примеру, сделано как у ВКонтакте, у Гугл, ну, например, если разберем ВКонтакте, у них, хотя там нет поддоминов, даже сама авторизация на одном домине, она сделана просто, просто офигительно, как бы, смысл в чем, когда ты вводишь логин-пароль в формочке, в реальности тебя отправляют на другой домин, логин-вк-ком, там тебе ставится суперсекретная кука, что вообще, как бы, человек вводил в верный пароль с этого браузера, ну, с этого, на хранилище браузера, в общем случае, с компьютера, ставится, типа, ставится ключ специальный, с этим ключом тебе редиректит обратно на ВКонтакте, и ты авторизован. В чем плюсы-минусы? Ну, во-первых, как бы, если мы говорим об авторизации, то нужно обязательно, естественно, ставить такой флаг, как HTTP only на куке, ну, на сессионный куке, соответственно, нам нет смысла ставить HTTP only флаг на, не знаю, уровень, например, громкости плеера, да, ВКонтакте, в смысле, потому что мы, например, с плеером работаем через JavaScript, HTTP only, он говорит, что, чувак, как бы, браузеру, типа, ты не имеешь права вообще читать меня никак через JavaScript, то есть, естественно, я просто этот, ну, эту куку просто шлю заголовком на сервер, и только сервер ее парсит, ты не имеешь к ней доступа из браузера, соответственно, чего это обезопасивает, если там нашли cross-site scripting, и там кто-то может внедрять JavaScript на страницу, то он не имеет доступа к этой куке, соответственно, просто какой классический вектор атаки при XSS, то есть, соответственно, что атакующий внедряет JavaScript и подгружает там свой домен какой-то злобный с текущей сети куки. Ну, да, и основная задача это просто твоей куке пользователя отправить на свой домен там своих куда-то. Да, то есть, он потом, соответственно, захватил куку, подставляет ее себе авторизован под юзером. Ну, все довольно тривиально. А тут в этом случае он не имеет доступа к куке, соответственно, он не может ее проснифать. То есть, да, он может там, естественно, интерактивно работать с элементами, логично, ну, в связи с этим сообщением и так далее, потому что он полный JavaScript. Хотя это тоже можно ограничить через контент security policy отдельная тема, но в целом, как бы, он именно к сессионным данным не имеет доступа, соответственно, к куке с HTTP only. Ну, то есть, если у нас вот юзер такой работает вот на vk.com, вот у него кука стоит в связи с HTTP only и так далее, и представим случай, что вот все-таки как-то вот куку проснифили, короче, ну, неважно, как вывели, короче, то есть, значение сессии, там, социнжар, ну, хоть как-то там, вообще, любой способ там, что-то подменили как-то, что в этом случае работает. В этом случае злоумышленник ставит себе это значение сессии, пытается логиниться на vk, а на vk есть привязка сессии текущей к юзер-агенту, если за тем настройки там есть последние сессии, к IP-шнику. Если это значение меняется, он такой, так, что-то поменялось, а по идее, как будто юзер же мог просто взять и, ну, вот, парапорт приехал, с логиниться, и пикниками, это логично. его, да, его не должно разлагинить с точки зрения юзабилити, это логично. Соответственно, что происходит в этом случае? В этом случае, так, сессия не верна для vk.com, его обратно редиректят на логин vk.com, если он действительно наторизовался с этого браузера, у него там будет, ну, такая суперкука, грубо говоря. Которая автоматически к эксперт правится, проверится, его автоматом он вернет на vk.com, но авторизованном. Да, 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 логично, да. Вот, собственно говоря, если это быть злоумышленник, у него не будет на логин vk.com, потому что с ним никак взаимодействие не работает, ну, браузер никак не работает. Соответственно, у него не будет кукки, и он не сможет авторизоваться. Ну, что, здорово, здорово, хороший подход. Да. С точки зрения архитектуры, то есть подходы к авторизации довольно прикольные. Да, там у нас, ну, еще, конечно, куча вопросов, как ктукуку ставить, где ее хранить, там, в базе, но это уже, да, это уже мелочи. Давайте оставим. Ну, это, да, это у нас с точки зрения небезопасности, ну, тоже безопасности, но это, в общем, немножко отвлеченные темы. Вот, ну, вот, подходы к авторизации, соответственно, если у нас там куча сервисов других доминов, соответственно, как бы с этим работать, как, ну, слушай, а вот авторизация, да, хорошо, значит, там где-то на Вагине, а вот тоже интересный вопрос, когда у тебя много сервисов раскинуто именно по поддоменам, да, ну, то есть там, как в Mail.ru, я не знаю, то есть, наверное, как в Яндексе еще, то есть домен основной у тебя, да, окей, а вот куча сервисов, которые требуют, значит, авторизацию, они раскинуты по поддоменам, как вот в этом случае тоже, так сказать, может быть построена вот проверка, как все это устроено? Ну, ну, да, но у нас как бы есть такой стандарт, OAUS, когда мы с помощью одного сервиса авторизуемся на разных, соответственно, и про OAUS, ну, смысл в том, что юзер действительно редиректится на какой-то глобальный домен, например, аккаунт с Google.com, как в случае Google, там идутся данные, тебе дается токен, с этим токеном уходишь обратно на свой ресурс, этот токен уже на сервер сайде, проверяется как бы его, уже на сервер сайде, отправляется, да, то есть идет на сервер, на главный сервер, проверяется, действительно, какой-то юзер, с таким-то токеном у нас был, и только что мы этот токеном выдали, соответственно, его авторизовать, но тут начинается большое-большое количество проблем, есть даже такой специальный ресурс OAUS security.com, где перечислены остальные проблемы, именно реализации такого протокола, смысл в чем, как бы, соответственно, если мы делаем какой-то редирект, то чаще всего это какой-то, когда мы пришли уже, например, на аккаунт с Google.com, у нас есть какой-то back URL, редирект URL, когда мы должны вернуться, то есть, ну, редирект доменку, соответственно, если злоумышленник просто возьмет, там, даст ссылку на авторизацию, подменит этот редирект URL на свой, он ворует токен, авторизуется под юзером, вот, ну, в общем, как бы, это такая самая, большая, очевидная проблема, да, то есть, да, то есть, как бы, если в лоб говорит, то есть, ну, в основании того, что OAUS, как бы, его тоже нужно безопасно сделать, и безопасно его сделать, ну, не так-то сложно, то есть, у нас, можно посмотреть, на различные баги, которые находились там, в Facebook и так далее, то есть, в том числе в Google, проблемы с OAUS, но, так или иначе, то есть, если безопасно это разработать один раз, ну, или как-то протестировать, или вообще отточить этот механизм, в конечном итоге, это очень круто масштабируемо. Ну, понятно, да, что ты можешь спокойно что-то делать, кучу сервисов, как угодно, вот. Да, да, и, соответственно, если мы работаем с OAUS, там, с публичными сервисами, у нас мы везде ставим свои привилегии, то есть, ну, какие действия, там, может, например, если нам нужны какие-то данные с исходного ресурса, то есть, не просто авторизовать, а там, получить данные, типа, там, e-mail, там, или доступ к друзьям, то есть, мы просто перечисляем список правил, когда мы получаем доступ к сервису, мы можем запоминать, не запоминать токен, там, ну, в смысле, типа, сервису сказать, постоянно быть, как бы, авторизованным или нет, ну, в общем, очень много чего можно делать, и все довольно это делают по-разному, но тут очень зависит от целей сервиса, как он, с чем он работает, с какими данными, нужно ли ему так все это довольно дискретно, возможность, ну, давать возможность дискретно давать данные, то есть, ну, в общем, в этом ключе, да, все очень довольно интересно, но вот общий механизм такой, конечно, с ОАУС, в общем, с авторизацией у нас, вот, тоже там, очень много даже таких вопросов, там, или как, у нас есть такая такая, ЦСРФ, то есть, смысл в том, что, типа, поделка сайтовых запросов. Фишер, нет, не то, но это, короче, смысл в том, представим себе обычную листовую книгу, и чувак туда просто может написать текст, исправить данные, как это выглядит на сервер-сайде, типа, if is set, session, типа, сессия валидна, которая проверяется по кукам, if is set, post, на какие-то данные, я не валидный, то сохранить базу. Совершенно стандартный механизм, то есть, который описан в кучу учебников, что в реальности, это просто на из самых популярных контактных веб-приложения, что в реальности, как бы, чувак берет на своем, например, на сессии, сайт.com и evil.com сессия хакера. Я в контент пишу какой-то код, который при отображении другим пользователям, и его... Ну, ты просто берешь, как бы, ну, тоже не совсем так. Смысл в том, что, типа, атакующий берет на evil.com, создает просто формочку, и говорит, форм action, конечная точка, в смысле, endpoint для вот этой формы, это другой ресурс, это гостевая книга на сайт.com, заполняет ее полностью, ну, своим текстом каким-то, и делает submit, автосабмит через JavaScript. Что происходит у юзера? Он заходит на evil.com, у него есть совершенно легитимная формочка, и есть кнопка submit, которая работает автоматически. Когда он нажимает submit, ну, вручную автоматически, не важно. То есть, когда случается как бы submit формы, она автоматически... Что делает браузер? Он типа смотрит, окей, action такой-то, типа на этот сайт, я иду на этот сайт, так, раз этот сайт, мне нужно поставить мою текущую куку, потому что я там авторизован. И, соответственно, в скрытом режиме от юзера отправляется какое-то сообщение, или вообще делается какое-то действие на каком-то уязвимом ресурсе side.com. Соответственно, как бы атакующий подделывает запрос, ну, обычно это невидимый eFrame, автосабмит формы и так далее, то есть, неважно, get, пост. А, он делает действие скрытно от пользователя, пользуясь его авторизованной, на другом ресурсе отправляет от его имени там, что хочет. Да, более того, как бы, то есть, ладно там, ну, что-то мы там просто там не заправили сообщение, то есть, соответственно, могут быть банковские данные, кредитные карты, да, какие-то. Ну, какие-то важные информации, да, конечно. Покупка, покупка, там, соответственно, мы же можем делать и многоуровневую атаку, типа добавить товар в картину, заполнить форму адреса и нажать submit. Более того, что очень частая проблема на ресурсах, что они не требуют подтверждения пароля. Соответственно, мы можем менять, типа, пароль, например, юзера. Типа, видите новый пароль, видите, типа, то есть, например, многие, в смысле, не требуют текущий пароль юзера, для самого пароля. Мне кажется, уже в меньшей степени стало, то есть, если раньше действительно таких много было сайтов, то сейчас все-таки вот худо-бедно там где-то смотришь. Ну, да-да-да, сейчас еще хотя бы как-то более длиннее. Обращают на это внимание и, в общем-то, добавляют. Да, и самое главное, что очень часто люди-то думают, ну, даже не понимают, зачем они это добавляют. Ну, ладно, какие еще виды атак, так сказать, известны, популярны. Ну, да, ну, как бы, вообще-то, то есть, атак просто прям, ну, можно очень долго говорить, даже есть такой, ну, то есть, там, личные чертисты и так далее. Ну, вот, срыв даже токены, собственно, смысл в том, что в реальности, что делается, как бы, в каждой форме подставляется токен, в который, как бы, генерируется на серверной стороне и злоумышленник, его не знает токен для этого юзера, секретный токен, который присутствует в каждой форме со злоумышленник, просто не может подделать запрос, не знает токена. Ну, вот, возникают вопросы, там, а как генерировать этот токен, а как его хранить и так далее, то есть, ну, например, тоже очень интересное решение в ВКонтакте сделано, что они эти токены не просто генерируют, ну, типа, например, не знаю, сгенерируют токены всю сессию, например, как сделано у Google, то есть, когда человек авторизовывается новая сессия, ему дают токены всю сессию, и вот, во всех формах этот токен присутствует. ВКонтакте довольно такое более интересное решение, которое решает еще вторую проблему, как параметр tampering, это когда, например, мы там можем выбрать, сколько вам лет, там, и максимальный, это было раз 50 лет, мы просто берем, ставим, перехватываем запрос и ставим 60 лет, да, то есть, если приходит, ну, это такой простейший, как бы, да, вариант, например, это же может быть другое, типа, какой вы там ID-аккаунт хотите к себе привязать, какое приложение вы хотите к себе привязать, меняем ID-приложение, привязываем чужие приложения, и так далее, то есть, проблема безопасности тоже, когда подделываются данные, отправляемые, соответственно, человеку дали только вот радио-баттны какие-то, он берет, ставит себе другое значение в HTTP просто запросе и привязывается к каким-то другим данным, но это ладно, ну, в смысле, такая проблема есть, что сделали в ВКонтакте, они очень прикольно сделали, что они еще привязывают этот токен, вроде бы как, я не узел, но это с точки зрения, я не работал никогда в ВКонтакте, но и с точки зрения, когда я изучал безопасность, просто замечал такие моменты, что вроде бы как, как раз этот CRF-токен на валидацию формы, он привязан к текущим параметрам. То есть, он с какой-то зависимостью находится, да? Зависимость, да, то есть, в плане того, что как бы в чем-то плюс, например, то есть, например, отправляем мы пост, к примеру, на стену группы, какие у нас есть параметры ID юзера, ID стены, ну, то есть, ID группы, соответственно, и, например, номер действия, ну, какой-то порядок, да, то есть, процент, например, они вроде бы как, я не уверен точно, они берут хэшик от этих значений в том числе, и, соответственно, даже если на сервере они, например, там зафейлились, где-то там не валидируют, что вот именно этот юзер может писать в эту группу, например, приватная группа, да, то есть, юзер не должен иметь это право писать, они вроде именно как этот хэшик строят еще на ID группы, и если даже не сделали эту проверку, то хэш просто не сойдется, соответственно, они дают хэш, который контролит действия текущие, вроде бы как контролит, куда вообще юзер, куда его пустили, если мы его сюда пустили, то логично, что мы должны им дать право и писать, ну, в точке группы, да, вроде бы как, то есть, я не уверен, но если это действительно так, то это очень круто, и такой подход, я думаю, имеет место быть, и он может вот спасти проблему, вот параметр там, при каких-то случаях, но, конечно, это все довольно сложно, и с точки зрения, наверное, тимолида, или архитектора, продокументировать и донести до каждого разработчика такой механизм, ну, генерации форм. Ну, да, не просто, не просто. Это нужно, это не просто, соответственно, нужны методы как-то написать, типа, вот, если мы генерируем форму, то вот именно метод генерации токена, то есть, мы ему должны давать еще какие-то параметры, от которых он зависит. Ну, в общем, это, я бы сказал, прикольная такая задача для тимолидов, вот, ну, если они себе хотели заняться, да, то есть, было бы время, и вот с точки зрения безопасности контроля, вот именно, что типа чек-сумы получаются. Очень интересно, ну, вот, вроде бы как у них это работает, говорю, на ВК, но вот я не уверен, то есть, в итоге я все равно находил подмену данных на ВКонтакте, и как бы это работало, то ли там не валидировали, то есть, ну, в общем, я точнее не скажу. Понятно, слушай, по поводу авторизации, а вот двухфакторная авторизация, вроде, знаешь, изначально считалось, что прям вот такая панацея, вот прям спасает всех, а тут, как оказалось, это же, в общем-то, не все так там гладко, и как хотелось бы. Ну, с двухфакторной авторизацией действительно все очень непросто, потому что, одно как бы дело ее внедрить, другое дело как, чтобы так по технически, по существу сказать, я просто расскажу пример, как входили в двухфакторную авторизацию в конце прошлого года в Google, в Facebook, в других всяких различных сервисах. Давай. Я этот пример расскажу. Соответственно, мы считаем, что в двухфакторной авторизации как бы обход, мы ее делаем, наша именно задача обойти вот именно типа SMS-ку там и так далее, да, то есть именно когда мы уже знаем логин, пароль юзера. То есть теоретически представляем, что мы как-то узнали логин, пароль юзера, и нам требуется вот именно код с его телефона. Что делали чуваки? Это просто очень забавный случай. К примеру, я вот это, ну, чаще все это все-таки таргетированные атаки, соответственно, раз мы знаем логин, пароль, и чаще мы знаем номер жертвы, телефон. и так, представим себе там, если ты не против, как бы там, я злоумышленник там, я типа такой, да, не против, ну, что с таком. Да-да-да-да, типа, я знаю твой логин, пароль, я логинись на Facebook, и он говорит, типа, выслать SMS-ку. В этот момент я беру, срочно звоню тебе, начинаю с тобой разговаривать на какую-то отвлеченную тему. И там, когда нажимаешь, типа, выслать SMS-ку, он говорит, типа, о, чувак, там, SMS-ка не дошла, позвонить тебе и сказать тебе код. Ты говоришь, да, позвонить, но в этот момент я разговариваю с тобой. Соответственно, сервис, тоже Facebook, пытается звонить на тебя, у тебя телефон занят, что происходит автоматически при этом? Этот твой звонок, ну, то есть, звонок сервиса, он автоматически редиректит на голосовую почту. Соответственно, у нас есть ситуация, что у меня есть код в фэртрансферизации, но мы тебе на голосовой почте. Я, мы с тобой поговорили, мы с тобой все, типа, окей, и я беру, звоню на голосовую почту, есть сервисы, буквально там, за 10 долларов, там, которые позволяют подделать номер. Соответственно, я звоню на голосовую почту с поддельным номером, с твоим, и читаю этот код, потому что, как бы, номер твой, голосовая почта твоя, есть голосовая почта, забираю этот пароль для авторизации и логинюсь. А что, прям вот так, голосовая почта, она вот, то есть... С голосовой почтой вообще довольно все плохо, но, если быть до конца честным, то это зависит очень сильно от страны. То есть, в разных странах она работает по-разному, и именно вот со спуфингом номера в разных странах работает по-разному. ну вот, к примеру, это работало полностью во всей Австралии, то есть, для всех операторов. Это работает очень частично в Европе, ну, еще кое-где, как я ее уже не буду конкретно называть. Да, то есть, я не буду даже называть конкретно операторов, так далее, где это работает, где нет, но действительно, проблема со спуфингом номера, она есть, потому что операторы вынуждены дверять друг к другу. Ну, главная проблема, что в доверии, как бы, именно такие сервисы есть, А, ну, я понял, да, если бы был бы один, то, конечно, нет, а так, поскольку... Да, права игроков-то очень много, как бы, между собой все-таки в каких-то отношениях состоят, так сказать, доверительных, иначе бы не работали, так сказать, там, запи. Вообще бы ничего не работало, там, не работал бы интернет, тоже, ну, то есть, у нас очень много строится на доверие, как бы, какая-то проблема, то, что, ну, вот, долларов 10 стоит, да, даже, как бы, что говорить, как бы, можно, не нужно, там, идти покупать сервисы, можно в скайпе попробовать отправить смс-ку платную, и вот, насколько я когда тестировал, она приходит, вместо номера приходит логин, то есть, твой логин в скайпе. Да, там, типа, купить, ну, привязать номер и отсылать от номера, вроде как, но вот, когда я это проверял, то есть, без покупки привязанного номера, у меня приходило на мой телефон смс-ка от моего, вообще, логина, соответственно, вообще без номера, без какого-либо, и на телефоне встречалось, как номером. Ну, в общем, проблема есть, как бы, я, ну, не так глубоко закапывался в эту тему, то есть, из коллеги, которые уже более плотно занимаются, ну, вот, когда я занимался этим вопросом, то есть, я находил эти сервисы по 10 долларов, действительно, вот, ну, в общем, такой пример обхода двухфаторной авторизации. Ну, и вообще, как бы, на последнем конференции, по-моему, в Польше, что ли, естественно, там, ребята рассказывали, как они смотрели прямую трансляцию какого-то там, совещания депутатов в государстве, они прознали их номера, и друг к другу перекидывали смс-ки, смотрели на их реакцию в прямой трансляции. Со спуфленными номерами, естественно, да, там спуфленные номеры. как будто бы один другий, вот. Да, 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 то есть, и смотрели на их лица в прямой трансляции. в общем, да, да, ну, в общем, да, как бы, вот, сухарная авторизация, если мы ее делаем, то чаще всего это должны быть или смс-ки, там, без звонков. Если это звонок, то нужно требовать вот пользователя что-то сделать. Например, там, нажмите цифру 5. Ну, если действительно вы, соответственно, действительно, звонок будет, и вот он должен будет нажать что-то, интерактив, то есть, в томном режиме, чтобы подтвердить действительно свою авторизацию. То есть, сейчас это, скажем так, фикс этой проблемы со спуфленными номерами. Ну, спуфленными номерами все решается на уровне операторов, конечно, да, но в целом, чтобы быть универсальным именно с точки зрения авторизации на любой номер, то есть, интерактив от пользователя требуется в томном режиме. Я уже понял, даже если ты рассказывал, что многие проблемы, они вызваны тем, что какие-то вопросы авторизации, они проходят, ну, скажем так, автоматически в тихом, в сайлент, в таком тихом режиме, да, и это позволяет воспользоваться с злоумышленником этими моментами, чтобы, так сказать, не беспокоя, не тревожа пользователя получить какие-то важные информации. Ну, в том числе, например, с Apple, то, что там была утечка, что там в итоге в их заявлении сказали, что теперь, когда будут кто-нибудь пытаться установить параллель вашего аккаунта, даже просто там, ссылку даже просто отправил, да, неважно, вам будет приходить push notification, соответственно, на телефоны, на все ваши устройства, которые привязаны на этот аккаунт. Ну, тоже как бы обратная связь, скажем так, она очень важна, и при этом желательно по каким-то другим каналам, ну, или интерактив от пользователя ответный, что да, я действительно это делаю. Ну, с одной стороны, я вот читал немножко, как у них там устроена эта синхронизация с iCloud, и там, ну, было написано очень-очень круто, то есть там ключ разделяемый, который, значит, на каждом устройстве, там он туда заворачивается, этот пошлет нотификации, ну, так вроде бы достаточно, ну, интересно, серьезно как-то. Ну, я как бы был на этом докладе, как бы сам выступал на DevCon Russia, вот, если вы уже как бы говорили про эту проблему, то есть, DevCon Russia это комьюнити, то есть, локальные комьюнити, в общем, по миру есть, мы собираемся просто совершенно бесплатно, и желающие рассказывают как-то свои опыты, вот, на последний DevCon Russia так плохо получилось, что был доклад про iBroad, знаменитый там, и про вот именно iCloud, то, что и так далее, то есть там презентовали ToolZoo, то есть там человек презентовал ToolZoo из нашего комьюнити, который позволял подобрать пароль к iCloud, и в это же время вытекли фотки. Это как раз как-то, как-то, вот, буквально надежно, что здесь была вот эта новость. Да-да-да, то есть получилось как, что вот у нас случилась утечка фоток, и в этот же день, то есть у нас был доклад на DevCon Russia, и когда там презентовали ToolZoo, что можно, типа, брузить пароли в неграниченном количестве через Find My Phone. Ну, плохо совпало. Но это были не мы. Вот. Это были не мы, да, соответственно, как бы мы там сделали на сайте заявление и так далее, что это просто были не мы там, просто, ну, просто была надежная проблема там одним человеком из нашего сообщества. Но просто во всех новостях ссылались на него, типа, то, что, о, утекли фотки. На следующий день как бы релизировали ToolZoo как раз. Ну, про это мы еще не с новым недухом были, что вот фотки-то утекли. И типа, как бы релизировали ToolZoo, как бы она работала, и все такие СМИ, а, вот как взломали. Потом так Apple пофиксила, пофиксили, типа, и так далее, и во всех них появилось так, Apple пофиксили багу, через которую сливали фотки. Но, действительно, все это было не так. Вот. А 104.9 Cloud, там как бы есть просто K-Chain, про который рассказывали там тоже в том числе, когда твои пароли как бы от приложений синхронизируются в облаке. Ну, то есть ты как разработчик мобильных приложений, что можешь делать? Хранить какие-то данные локально, например, тебе нужно запомнить пароль, или ты можешь воспользоваться крипто, хранилищам операционной системы и скрутить туда уже такие важные данные, критичные. Вот. Соответственно, второй вопрос, как бы если ты включил iCloud и вот именно K-Chain, то есть хранилища эти данные с облаком. Ну, это действительно система очень крутая, если ты используешь именно не четырехзначный цифровой пароль, а именно полноценный пароль, там буквы, цифры, там символы и так далее, то есть возможность Brutus даже с точки зрения Apple, ну, взлома в смысле, она там, ну, такая очень, очень высокая, как бы, то есть очень круто все действительно. Ну да, вот как-то такой забавный случай из недавних дней, когда там такое всемировое сообщество довольно так сильно с Богом мутилось на этого человека, хотя он был не виланд. Ну, взломали тоже, ты, можешь поподробнее сказать, в чем же, в чем был взлом конкретно, так сказать, что случилось? Ну, я как бы, естественно, не знаю, но как бы то, что Apple сами заявили, то, что это были таргетированные обычные атаки, то есть ничего необычного, там, высылка писем и так далее, узнали почту, узнали какие-то данные, соответственно, включена синхронная C-Cloud, как бы там как-то воровали пароли, C-Cloud логинились, после этого ты можешь следить дамп, потом есть там тулзы, чтобы этот восстановить, сбрутить и так далее, то есть там, ну, в общем, все довольно произойдет, как бы главное, то, что были обычные таргетированные атаки, которых популярны по сей день, социальная инженерия, ничего, да, очень сложно противостоять. Ну, давай немножко теперь говорим про конференции, да, вот, так сказать, можешь поподробнее, ты, так сказать, упоминал там Black Hat USA, на которой даже, так сказать, были команды и там выступали, мастер-классы проводили, вот, в принципе, про, как ты считаешь, тема безопасности вот в конференциях, насколько она актуальна и как, какие темы осущаются, то есть, что там рассказывают, куда движется, так сказать, мир безопасности. Ну, вообще, как бы, докладов становится все больше и больше и все больше людей привлекаются к безопасности и вообще очень интересно, что на Западе, что в России доклады на очень высоком уровне, очень много докладов на очень высоком уровне, которые такие, имеют, ну, фундаментальные какие-то исследования, там, не рассказ, то, как я поломал там веб-магазин, ну, вообще, как бы, такие доклады, это Black, как бы, мы так же не принимаем особо, например, даже Комаза Ренайтс, но в целом, как бы, движется в сторону того, что, естественно, давно-давно-давно еще начали двигаться в сторону мобилок, как бы, мобилок не только именно с точки зрения мобильных приложений, в мобильных приложениях у нас там тоже очень много подвохов, там, и в каждой платформе все работает очень по-разному, с точки зрения мобильных сетей, соответственно, GSM, LTE и так далее, в целое время все больше и больше докладов по железкам как просто, как SDR, то есть Software Definition Radio, ну, все эти такие платки, которые позволяют там принимать, посылать сигналы на различных частотах практически во всем рабочем диапазоне, в том числе, включая служебные диапазоны, доклады, в целом, все больше по ASUTP, ну, есть очень сложная тема, что с ASUTP все в целом, ну, логично, что там все плохо, потому что никто этим никого не занимался, не делал, лишь бы работал, но никто тут не лез, как бы. Это уже большой, так сказать, квест. Абсолютно верно, да, да, и то, что, когда начинаются доклады по ASUTP, они подвергаются очень большей критике, в плане того, что приходят ASUTP и говорят, да все, отстой, да вы были бы на заводе, когда-нибудь работали в ASUTP, то есть там, то, что вы теперь придумали какие-то атаки, да ни нафиг, не жи, там просто пришел, не знаю, что-нибудь там сделал, там простишь, если все уже упало, то есть ничего не надо, там, или наоборот приходит, ну, у нас вообще все механическое, ну, типа, пока ты не придешь, рубильник не дернешь, то есть все ваши доклады, то есть отстоят, и, да, есть. Но очень часто, в общем, есть такая небольшая, ASUTP набирает обороты, то есть докладов становится больше, но очень много проблем с индустрией самой, как бы, ну, и вторая проблема, что вот, если мы, не знаю, представим, веб-продукт, друппл, да, нашли уязвимость, там, релизировали обновление, в ASUTP нашли уязвимость, и обновление практически там никогда не прикатится, потому что можно обновлять прошивки, никому не надо. Очень большая, так сказать, стоимость, риски. и стоимость вообще, как бы, да, то есть, ну, такая сфера, скажем так, ее копают, как бы, вот, у меня там коллеги копают, и так далее, но, в общем, я вот вижу, то есть со стороны, по сути по их рассказам, то, что я вот слышу, скажем так, и сам это не особо вовлечен, но проблемы именно вот на этой пофе большие, но, как бы оно там не было, у нас был там случай с Текснетом, когда атаковали ядерный завод, вот, очень не произошел взрыв, то есть, была атака именно конкретно на контроллеры, по-моему, Симонс, да, точно не помню, да, на какие контроллеры была атака, именно конкретно знали, какие были контроллеры, были таргетированы атака там, ну, мало того, что там использовали юзимости в ПО, очень много 0DF там, в Индии, да, то есть, для распространения, добраться до завода, но конкретно, в итоге, это финальный вектор был именно на конкретно на контроллеры, то есть, конкретно на СУТП, то есть, смысл был в том, что, типа, отключали циклы, с которыми он работает, ну, ему сказано, прерваться через 10 циклов по определенной команде он работал вечно, и реактор не отключался, вот, и после этого, соответственно, была бы, ну, техногенная катастрофа, вот, ну, как бы, да, то есть, СУТП есть, но вот, теперь надо стоит выделить, что там непонятные проблемы и непонятно, кто прав, кто виноват, ну, в любом случае, если давать надо, ну, и всякие носимые устройства, тоже, как бы, в эту сферу уходит, то есть, очень много, ну, и вот, очень забавно, что, например, на последнем, есть, вообще, наверное, две знаменитых конференции, они проходят, такие, самые такие, скажем так, альма-матры всех конференций, это DevCon в Лос-Вегасе и Black Hat, вот, такие считаются Black Hat USA, вообще там супер элитно круто, вот, а DevCon, ну, с плюсом в том, что туда стоит очень, ну, очень дорого стоит вход, ну, не то, что очень дорого, как бы, там, смотреть, чего смотреть, ну, там, две тысячи, примерно, долларов и выше за два-три дня. прилично, конечно. Ну, да, то есть, студенты выше, куда просто не пойдут. Да, 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 ну, и тренинги стоят, просто три части, тренинги, когда, типа, кто не собирается проводить тренинги, если там, вот, в частности, SAP и бизнес-приложений, мы подаем заявку, корроркомитет опрувит, набирает состав, и мы для них проводим тренинг. Потом там уже деньги разделяются, тренинги тоже стоят, на двух до пяти тысяч долларов за два-три дня, бывает четыре. Есть доклады, секция докладов, куда отдельно тоже, ну, можно пойти только на них, там, за две-три тысячи долларов. Ну, есть еще секция бизнес-зала, для посетителей, это бесплатно, ну, это, когда спонсоры просто там, различные компании платят деньги, спонсорские, и ставят там свой стендж. Ну, спрессорно просто пытаются как-то именно рекламировать свои какие-то продукты, все что-то. Да, 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 ну, вот, это связано с Black Hat, и обычно в последний день Black Hat'a начинается конференция DevCon, вот, вот это же прям, вот прям в Вегасе, они в соседних отелях проходят, и DevCon, это такой уже больше, наверное, больше фестиваль, скорее, потому что там по разным данным от 12 до 15 тысяч человек, вход стоит 220 долларов, ну, и там такой больше киберпанк, там и так далее, всякие такие тусы, там много людей, там проходит, соответственно, типа, главный ЦТФ в мире, соревнования по безопасности, я вот там два года назад участвовал, в нем мы ездили с командой, ну, наши ребята в прошлом году ездили, но вообще, как бы там стабильная, другие у нас есть очень сильные команды в России, они тоже участвуют в 4 года. Не занимали чего-нибудь? Ну, вообще, как бы, это такая команда, четыре года назад, как бы, это была сборная солянка, там, команда, там, Ай-4, как бы, то есть, было четыре человека, как бы, потому что по одному человеку с каждой команды, тогда заняли, по-моему, ну, что-то там, ну, четвертое место, то есть, типа, назвались, типа, четыре, как бы, и заняли четвертое место, вот, потом они, стабильные ребята, морсмокили, чикен, и по-разному, как бы, это можно менять слова в порядке, тема шутки есть разная, но, они занимали, обычно в пятерку входили всегда, то есть, из 20 команд, ну, последний, что я в этом году прошел, я бы, так себе, но все равно, как бы, сам факт, как бы, сам факт принятия участия, в многих соревнованиях, это уже многого значили, потому что туда пройти довольно сложно, вот, но это такое еще соревнование, которое не из-за денег, там нет никаких денежных призов, хотя обычно везде есть, именно, соревнования за идеей. А какие там задачи, или что там нужно сделать? Вот, он очень специфичный, вообще, как бы, это КЦТФ, там только бинарные задания, то есть, только бинарные уязвимости, бинарные положения, то есть, ну, грубо говоря, короче, тебе дается виртуалка, там есть некоторое количество сервисов, бинарных, ты их запускаешь там, они содержат в себе уязвимость, и твоя задача пропатчить, то есть, найти уязвимость в сервисе, в этом бинарном, пропатчить его, чтобы он стал неуязвим, и, как бы, найдя уязвимость, атаковать другие команды. В течение, как бы, этих дней, естественно, это классический CTF, такой довольно сложный, именно когда у всех команды есть свои сервера, они должны их защищать, атаковать другие. Вот, это называется классический CTF. Ну, есть, как бы, второй CTF, это task-based, когда просто заходишь там, несколько задач, по разным категориям, там, веб, крипто, бинари, там, так далее, то есть, твоя задача просто, как-то, найти ошибку безопасности, проэксплуатировать, и получить какой-то флаг. Ну, например, там, получить удаленное выполнение команд на сервере, и зайти в какую-нибудь определенную папку, и почитать файл, это флаг. Ты его задаешь, получаешь очки. Ну, они очень популярны, в течение года проходит очень много CTF-ов, любой может принять участие, они, ну, разные по уровню, там, вот. Значит, не обязательно, как бы, быть безопасником, чтобы принимать участие, очень часто встречаются всякие олимпиадные задачи, ну, там, написать какой-нибудь бота, вот, какую-нибудь игрушку, там, так далее, ну, в общем, так, ну, в общем, да, по конференции, вот, есть Black Hat, есть DevCon, такие всемирные, известные конференции, но я был и там, и там, и, честно говоря, уровень есть, определенный на Black Hat, вообще, подготавливаются самые такие, просто, в режимке самые крутые доклады, например, там, вот Tor, слышали про Tor, все динаминализации, то есть, там, ты запускаешь локальные прокси, все запускают локальные прокси, там, между другим, присылают трафик, где-то у тебя случайно выходит трафик, это очень грубо говоря, то есть, вот, все запустили очень много прокси, между собой пересылают данные, шифрованы, ну, при этом шифруют, человек должен был рассказать, как, соответственно, спецслужбам, это что-нибудь интересно, найти этих людей, в этой сети, вот, человек, у него, как бы, доклад, показывать 2000 долларов, найти любого юзера, ну, затем, ну, нет любого юзера, соответственно, этот доклад был, он был на Black Hat, то есть, человек, готовил его там, он не один был, они готовили его, ребята, как бы, и его отменили, вот, то есть, ну, в плане того, выжимки всякие часто готовятся именно на Black Hat, то есть, чтобы многие ресерчеры с мирами представляют свои исследования, результаты исследований первый раз на Black Hat, но при этом, появилась очень интересная тенденция, такое мое мнение, что, к примеру, есть еще некоторые сильные конференции, которые проходят за месяц до Black Hat, например, Hack of the Rings. Я, кстати говоря, читал, что же отчетик на Хабре, там было за статей, даже посмотрел там доклады про там, жесткие диски, как там вообще восстанавливают, которые очень интересные. Да, там, очень сильные доклады, и, как бы, получается так, что как он проходит раньше на месяц, многие берут и впервые идут туда, то есть, не дожидаются Black Hat уже, потому что, ну, в психике Хак и Парис тоже не очень хочется. Ну, вот, я сам был там, он проходит в Диснейленде, в Париже, все очень круто, какая-то организация, крутые ребята, все очень круто, ну, вот крутые доклады, и там все спикеры, ну, многих спикеров я знал, и это очень такие, ну, ребята, которые тоже делают индустрии безопасности во многом. Ну, то есть, очень много сильных, вот, и вот тоже, Google Hat USA, да, это круто, это пафосно, это Вегас, там, но очень немало конференций появляется и поближе на Западе, и в России, куда можно сходить, где тоже, вот, ну, все эти спикеры, те же самые спикеры, там, например, приезжают, вот, у нас какие, какие у нас конференции, такие достойные, ну, вот, сейчас в ноябре будет Zero Nights, 13-14 ноября, по-моему, да, вот, мы проводим Positive Hack Days, он, конференции проходит в мае, наверное, по безопасности таких, две таких известных конференции в России, конечно, есть еще очень много, да, но их там, именно такие, чтобы приезжало очень много и западных ресерчеров, и наших, то есть, чтобы все собирались, наверное, таких, две таких основных конференции, таких очень масштабных, и обе проходят в Москве, вот, ну, и уровень докладов, соответственно, там, ну, очень высокий, но при этом есть как бы фаст-треки, конечно, там, фаст-треки, это такая секция, когда ты приходишь, там, по 15 минут рассказывают доклады, они такие обычно какие-то выжимки из какого-то простого, там, ну, какого-то набора опыта, очень забавно, в плане даже, если ты не сильно скиллован, то можно прийти на фаст-трек, позабавиться, там, обычно там не требуется особо занятия. просто, в общем, картина какая-то, конкретный, так сказать, примерчик опыта в какой-то конкретной области. Ну, да, 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 вот, да, вот, соответственно, как бы в Питере мы проводим DevCon Russia, стараемся проводить раз в два месяца, вот, это тоже, просто приходишь на бесплатно, где-нибудь собираемся, или бар какой-то там, или вовсе Яндекса, ну, или еще где-то, то есть, по-разному бывает, как бы, ну, такие метапы, сейчас вот очень, на самом деле, здорово, что по многим абсолютно направлениям очень стало популярно вот это вот, ну, комьюнити, как бы, да, инициативные есть, так сказать, ребята, которые вот собирают, организовывают эти встречи, там, и Питон, он там, Moscow, Питон, да, там, Django, метапы, Moscow.js, вот, тоже последний недавно проходил в Яндексе, тут на днях, большой мейджор-релиз был, вот, и по другим там, и даже он по функциональным языкам была встреча, тоже не очень давно, потому что, в общем, это здорово, что вот, как бы, это, в общем-то, и туда приходит, кстати, что приятно, что туда приходят, конечно, студенты какие-то, так сказать, там, мало знающие, да, там, малоопытные ребята, но вот с такими горящими глазами, знаешь, и все-таки, ну, как бы доклады, там, какие-никакие, все-таки позволяют как-то повышать, ну, привлекать внимание, интерес, там, к каким-то задачам, это вот как бы здорово, конечно. Да, и я думаю, что очень важно, что вот ты не делаешь такие метапы, они такими доступными, ну, там, или совсем бесплатными, как бы, ну, чисто символически, чтобы это было не проблемой, да, как-то так, чтобы прям не превышало, там, такой символической суммы, там, двух обедов, например, и так далее, то есть, ну, для города, вот, да, это очень важно, я тоже считаю, потому что, я, может быть, сам такой, вот моя первая в жизни конференция, хакерская такая, чтобы true-хакерская была, zero-nights, был первый zero-nights, вообще, как бы, конференция, и я еще тогда вообще жил в Томске, учился в университете, вот, это была моя первая конференция, и тоже тогда, как бы, я попал, как бы, увидел все это сообщество, и вообще видел людей, которых я читал только в твиттере, там, где-то, и так далее, ну, и статьи, там, хакеры, то есть, вот они стоят, как бы, я сказал, клево, как бы, да, живые, то есть, блин, думаю, классно, ну, и, наверное, вот, больше, так, как бы, слушал что-то там, прям, участвовал там тоже в конкурсах, во всяких, там, по взлому, там, пробовал свои знания, там, ну, было очень интересно, конечно, вот, но, с точки зрения конференции, да, то есть, они очень часто полезны даже, может быть, не что-то же послушать, да, а по, точнее, знакомствам, всяких бесед, вне докладов. конечно, так сказать, доклады, это немаловажно и интересно, но, как по мне, все-таки, большей части, это именно пообщаться, вот, с реальными, так сказать, людьми, у которых есть опыт обменяться, там, как-то, вот, обсудить какие-то вопросы, и вот это, значит, значительно больше, ну, для меня важнее, там, интереснее, да, потому что, ну, доклад ты послушаешь, ты в конце концов можешь его там даже по записи посмотреть, да, там, в трансляции или еще где-то, ну, да, какую-то информацию ты... Ну, да, ну, изредка все-таки бывают доклады, могу отметить, что, которые просят не записывать, и после которых не выкладывают поддельки. В контексте безопасности, да, наверное, в вашей области такая статистика, безусловно, есть, да, если я говорю про в целом конференции, то можно посмотреть, но все равно они никогда не заменят, вот, как бы, живого человеческого общения, именно вот, когда ты там в комьюнити, кто, что, где, как, как бы делать, а вот, ну, вот так, как бы вы тут решали, вот это, конечно, здорово, это и приятно, так сказать, и выставляет какие-то позитивные, приятные впечатления, и в то же время знания какие-то можно пощерпнуть, можно как-то проконсультироваться, какую-то там насущную проблему обсудить, и даже, может быть, кто-то подскажет ее решение, то есть, вот это, конечно, здорово. Ну, да, конференции в таких барах, там всякие обсуждения, там, кто что находил, кто к бэкбаунте, и так далее, там, кто как-то что заэксплуатировал, там, и так далее, это тоже очень интересно, потому что, бэкбаунте все больше и больше, ну, просто очень частые, как бы, на конференциях, мы так сталкиваемся, вот, я так общаюсь, и у меня эта тема так интересна, как, как кто-то подходит к этому, к этому процессу, потому что, ну, там есть там случаи, когда там примерно за год ребята делали по миллиону рублей на бэкбаунте, правильно с работой, вот, и так далее, то есть, ну, это общеизвестные такие вещи, ну, люди там не скрывают, то есть, и так далее, там, кто там за выходные, там, делал 200 тысяч, и так далее, и очень круто, что стоит отметить, наверное, что вот, все-таки подкастом для разработчиков, конечно, больше, что вот очень многие разработчики, кто приходит в безопасность, или пытается что-то найти, им много проще, потому что им, например, там клиент-сайт, если возьмем, ну, очень проще, например, дебажить JavaScript, им проще разобраться, как работает этот метод в таком-то там фреймворке, и так далее, то есть, соответственно, их большая задача уяснить суть, что небезопасно, потом проанализировать, например, небезопасные методы, ну, например, в случае JavaScript, интернет, и так далее, то есть, соответственно, когда мы откуда-то что-то берем, подставляем прямо в страницу, соответственно, можем получить постановку HTML чисто от юзера, или там во фреймворках, там, не знаю, AngularJS и так далее, то есть, откуда забираются данные, откуда они там составляются, какие методы работают, ну, и как они работают, вот, то есть, по факту, как бы, их задача посмотреть, какие там есть публичные данные на это, ну, если ресерча какие-то, почитать их, и попробовать почитать там, даже сначала там свой код, а потом пойти на сайты, где есть баг-баунти, проути, их проанализировать, там, заряи просить багу, то можно получить первые деньги, ну, просто суммы вознаграждения, они довольно-таки высокие, ну, например, там, на Google, то есть, там, за XSS, то есть, внедрение JavaScript, на одном из кратичных, на Google.com или на поддомине, ты получаешь, там, минимум 1000 долларов, то есть 1300, а так, в среднем, 300-5000 долларов, такие, такого уровня суммы. ну, к стипендии, к зарплате. Да-да-да, соответственно, как бы 5000 долларов, это такая хорошая зарплата, там, для Москвы, например, такая, да, для разработчика, соответственно, как бы, ну, по факту, там, конечно, мотивация, круто, когда мотивация все-таки именно ресерческая, наверное, больше найдешь, вот, но вот именно разработчикам, ну, просто недавно такой очень был большой спор на эту тему у нас, в сообществе безопасности, типа, кому проще, вообще, кто лучше, скажем так, те, кто вот занимается все топ-антестами, занимался в начальной мере, или кто вот долго-долго работал в разработке, а потом пришел в безопасность. Ну, в общем, я, наверное, даже склоняюсь, что вот именно более такие узкоспециализированные специалисты, они крутые тем, что вот знают язык, знают платформы, им проще в нем разобраться, чем, возможно, по интернету. Ну, да, мое мнение тоже, наверное, такое, я, в общем-то, знаешь, даже программистов тоже там считаю, что люди, которые сначала были там админы, то есть прошли там админскую часть, такую жизнь, когда там устанавливали сервисы, настраивали, да, что-то, а потом, так сказать, начали уже писать код, который работает, крутится на этих сервисах, ну, там, в простом случае это там админили там Linux машины с там, с PHP, с Apache, с Nginx, да, и потом начали писать, как бы, ну, они все-таки лучше немножко понимают инфраструктуру, нежели там программисты просто, который вот взял, начал писать, когда он еще не понимает, как это будет выполняться, где, кем, что, как, вот это все. Да, там базовый понятие, C, mod, chown, вообще, да, это, знаешь, у меня тоже очень хороший пример привожу, я вообще никогда не понимал, как можно писать сетевые приложения, ну, какие-то там, почти все приложения в нашем сейчас современном, так сказать, мире, там, это все так иначе там с базами данных, с какими-то сервисами взаимодействуют, да, и когда не понимая, не понимая, как устроена вообще там сеть, как работает сеть, то есть у меня вот там на одной из там предыдущих работ давно уже дело было, товарищ, он там, да, он там в Одинессе, так сказать, пишет там на славном русском языке, да, писал тогда, вот, и у него там, значит, периодически там проблема какая-то, ну, там ДНС отвалился, все, он говорит, а я не понимаю, ничего не работает, ну, а там сеть работает, да, я не знаю, человек пишет приложение, которое по сети обращается к сервису, у него отвалилось просто банально ДНС, имя перестало резовываться, да, и он не может эту проблему сам детектировать, вот это для меня вообще загадка просто, я не понимал, как можно так, поэтому, конечно, без базовых знаний нельзя делать так, в любой области, соответственно, и в секьюрике я понимаю то же самое, как бы, действительно, если ты, кстати, разработчик, ты там уже владеешь языком, хорошо, если тем более разбираешься, как он настроен внутри, там есть инструменты для отладки, для там какого-то анализа, то, конечно, когда ты приходишь там в область безопасности, да, много новых знаний, но у тебя есть бэкграунд, который тебе очень сильно помогает быстрее их, так сказать, анализировать, там, ну, как-то разбираться, скажем так, в этой области. Ну, да, ну, да, но при этом, например, может быть проблема, что там, может быть, это узкие знания, там, или, не знаешь, там, как там продебажить другое приложение, но вот я просто очень часто сам стараюсь читать статьи, когда там что-нибудь, Chrome Developer Tools, ну, разработчики обсуждают, нахабрили, где-то еще там, какие-то новые фишки появились, там, или там, jQuery, там, дебаггер по юсу и так далее, то есть по забытию, нравится этим очень следить, чтобы не выпустить момент, потому что, всегда такая отладка, потому что следить это, да, это современный мир, он просто, IT, так сказать, вообще отрасль, индустрия, просто она не то, что семимильными шагами, она практически со скоростью света летит вперед, поэтому, тут, там, не знаю, даже, вот там, условно говоря, две недели, да, ушел в отпуск, там, если ничего не смотрел, приходишь и понимаешь, что все, уже появилась куча новых каких-то статей, фреймворков, куча новых версий, разных каких-то инструментов, там уже добавили то, а тут появилась новая супермодная база данных, а ее уже все используют, а ты даже про нее еще ничего не слышал, ужас, то есть, вот, действительно, настолько все это набирает обороты, как снежный ком, знаешь, с вершины, он уже где-то разогнался, что очень-очень все быстро происходит, и тут, конечно, надо стараться, как там, следить, что-то читать, вот, собственно говоря. Ну, согласен, я все согласен. Вот, ну, что ж, слушай, я думаю, что мы уже так прилично с тобой поговорили, вот, но еще осталось много-много, так сказать, тем даже, мы не, которые мы не пообщались, поэтому, я предлагаю пока что, в общем-то, завершиться, а обязательно, обязательно приходи еще раз в гости, как минимум, потому что много-много еще хочется чего услышать, вот, пообщаться, так что, спасибо, что пришел, было очень интересно, давай тогда до новых встреч. Спасибо, что ты рады. Всем спасибо, пока-пока. Спасибо. Пока-пока. 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 Пока-пока.